всем привет я обещал вам заснять небольшую разницу между европейским автомобилем пригненным с германии и американским это конечно два абсолютно разных автомобиля от слова совсем однако между ними есть одно общая деталь это цена цена плюс минус там возьмем 1000 долларов к примеру девять с половиной мне обошелся ford mondel это еще не конец там у него еще будет вложение там будет плюс там тысячи еще где-то будет и этот плюс минус на данном этапе он не обошелся там девять с половиной там плюс минус 1000 ну там плюс 1000 будет и в чем между ними разница вот это темная лошадка несмотря на то что она вся черная сама по себе над уровнем темная потому что она пригнана с германии на фото на видео когда ее приобретаешь ты не видишь так как эту ты видишь вот так как она сейчас и выглядит все ровненько вся целая вообще в идеале но по факту оказалось есть косяки по кузову которые были исправлены это я уже разобрал только после увидел после того когда разобрал разобрал салон разобрал часть ходовки там снизу подбирался то есть даже так на и 100 если поднять ты не увидишь это уже было известно только после того когда вот начал разбирать салон начал снимать начал заниматься в общем более глубоко детально потом ходовка минус там практически ушатана было все от слова совсем все на и 100 там где ее загоняли почему-то этого не увидели здесь в харькове когда уже своим ребятам отдал там выяснилось очень большой списочек двигатель естественно также и двигатель минус колечки залегли и литр масла на сотню он кушал сейчас это все уже исправлено конечно часто там уже все придраться не к чему однако я к чему что это всего этого всего не видно когда гонишь машину с германии ты видишь вот такую какая она есть и истории про ней никакую не известно пробег то что там сейчас сто семьдесят шесть тысяч это тоже все чес ящик дилером даже не ездил я просто даже боюсь по факту узнать насколько там действительно пробег а если поговорить про этот вариант года между ними 10 лет разница 10 лет 2008 и 18 чувствуете разницу восемнадцатый год и здесь вот такая как она была на фотографиях на аукционе такая она ко мне приехала ходовка была убитая переднее левое колесо я сразу это увидел это сразу загнал на и 100 я поменял по цене кстати вышло дешевле чем собирать mandel серьезно и ходовка на nissan rock восемнадцатого года она дешевле чем мне на не нам ford mandel оказалась и вот почему так почему 2018 год nissan rock с аукциона америка оказался чистым прозрачным настолько что нет у меня никаких сомнений в том что там с двигателем все в порядке с коробкой все в порядке она сама доехал с доехала с 100 уже самостоятельно сюда и никаких замечаний к рулежке к управлению там ко всему нет абсолютно ничего вот имейте ввиду при покупке автомобиля с сша вы какую и увидели на аукционе вот такая на к вам приехала и скрытых дефектов как здесь на mandel вы не увидите и не узнаете если конечно грамотно подходить к этому вопросу обращаться не знаю в проверенные компании которые гоняют но по крайней мере в ту компанию которую я вот обращался по своим предыдущим автомобилям меня замечаний к ней вообще никаких нет все чисто все прозрачно и я вот до этого ездил в основном только на американских автомобилях просто мне нравится ford я люблю этот бренд и именно вот тех годов вот вот такой восьмой девятый год тогда качество материалов более качественное более лучшее но мне он больше нравится я ездил на более свежих автомобилях там вообще все по-другому и все не так вот когда душа не лежит то но чувствуется к этому автомобилю у меня как бы душа легла и я его поэтому восстанавливаю денег на него не жалею этот я взял на продажу я собрал ходовку сейчас он висит в продаже за одиннадцать семьсот пятьдесят на авторе за одиннадцать пятьсот там я думаю он уйдет я не спешу мне в принципе не мешает пусть здесь стоит я просто к чему вот все это видео вот два разных мира мир европейских автомобилей темная сторона которая неизвестна вообще никому и мир американских автомобилей где ты увидишь всю поднагодную где нет никаких скрытых дефектов вот надо задуматься стоит ли в дальнейшем допустим приобретать какую-то европейский автопром или задуматься над американским мне больше нравится форт мандео я проехался и на том и на ниссанчике ну урок это совершенно другой класс автомобилей сравнивать их нельзя но все равно почему-то больше мне душа лежит к форду а так красиво едва автомобиль чека вот как тут есть надорванная накладка надломанные петли на фарах так вот оно и есть а здесь же фара вроде бы стоят светят работает но там оказалось абсолютно сломаны все крепления фиксации фары фиксации коннектора вернее к кузову здесь оказалось ржавая рамка заднего стекла и и тут не видно она когда разобрал заднюю часть обшивку тому то ну все видно подкрылки здесь хорошему нужно будет поменять все причем потому что там чуть надорвано там куска не хватает спереди вообще где должна быть губа такая спереди там она большая часть обломана вторая часть вообще отсутствует а что у нас здесь здесь у нас видно вот крыло дверь замятая вторая дверь замята еще одну крыло и получается что ничего более по этому автомобилю и не увидишь вот какой он есть перед вами такой он есть и по жизни ну вот почему в европе настолько похабно относятся к автомобилям это конечно большой вопрос но получается здесь еще не конец на ford monday еще будут вложения по-хорошему фары я буду менять на линзованные какие нижние противотуманки тонировать еще дальше надо разбираться с электрикой еще надо потому что там по электрике есть моменты когда заводишь автомобиль сразу загорается ближний свет и крутилка с левой стороны она просто крутится но ничего не переключает фары как горели так и горят отключение там или отключение полное но переключение в положение которое оно должно соответствовать этому положению если ты выключил у тебя должно все потухнуть тут такого нет она почему-то горит тут еще разбираться и разбираться в том то и дело здесь вот эта темная сторона еще всю себя не проявила тут еще нужно ковыряться еще нужно смотреть будем ковыряться будем смотреть что поделаешь на этом у меня все если есть какие-то вопросы задавайте пока